Всем привет! Простите, что я так долго отсутствовал. Я ездил на фестиваль на Тримурте, шикарно там провел время. Вот как-то так приблизительно провел. И сейчас готов вам рассказать про управление политорами группами. Мы разберемся с тем, как управлять группами, и разберемся еще с парочкой команд, которые относят у нас к этой теме экзамена LPIC. На самом деле, с паролями мы с вами разобрались еще на прошлом занятии. Остался один маленький нюанс про свойства учетной записи, поэтому у меня так называется наш слайд. Разбираемся теперь с управлением группами. Тут, в принципе, ничего не отличается от управления пользователями. Те же самые команды, только вместо юзер групп, групп add, добавить группу, групп мод, изменить группу, модификейты групп, дел групп, делиту, давить группу. Потом поработаем с командой change, не путать с командой change, это именно change, и разберемся, для чего нам нужна утилита getend. Я близко не помню, что мы с вами делали две недели назад, и какой у меня актуальный снимок, но я думаю, сейчас по ходу разберусь. Значит, мы с вами уже добавляли пользователи, теперь давайте попробуем добавим группу. Чтобы работать с учетными записями, нужны права суперпользователей, поэтому мы начинаем с супер-юзер-ду. Групп add. А давайте сначала мануал по ней вообще посмотрим. Man. У нее просто очень много ключей. Вот они ключи, мануал команде group add. Тут можно сделать все, что угодно. Например, при помощи ключа "-g", мы можем указать, какой именно идишник мы хотим создать у группы. То есть у нас по умолчанию будет использоваться следующий свободный идишник. Ну, после того, который у нас сейчас в дистрибутиве используется по умолчанию, и может быть, мы уже создавали группу. Можем конкретно угадать, что мы хотим создать группу с идишником, например, там, не знаю, 5, 5, 5, 5, 5, 5. И тут куча-куча всяких параметров, но чаще всего используется именно "-g", и еще есть один такой примечательный ключ, "-p", установить пароль на группу. Мы редко используем пароли на группу, но в частности мы можем это делать, и тогда у нас будут еще и группы запарольные. Но это так все, слишком нюансы такие отдельные, мы их будем на администрировании именно проходить, в отдельном плейвисте. Так вот, superuser.do, group add, и какую-нибудь группу добавим, давайте, например, клоуны. Клоуны. Да, один раз мне нужно ввести пароль для первого раза. Superuser.do, прекрасно. Можем теперь посмотреть файл etc.group. Напоминаю, etc.group у нас файл, который могут просматривать все пользователи, поэтому здесь права суперпользователей нам не нужны. И по идее в конце самым, язык у меня стоит, вот у меня появилась группа clowns. И видите, айдишник 1001, то есть последний пользователь, которого я создал, был Симаев, и для него создалась вот эта вот одноименная группа Симаев, и у нее был айдишник 1000. Теперь создалось у меня клоуны с айдишником 1001. Мы можем взять, например, и добавить в эту группу пользователей. Давайте я выйду отсюда, за главный. И опять же, superuser.do. И теперь попробуем команду... Давайте юзер мод сначала, изменим свойства пользователя. Юзер мод, минус add, добавить. Если я напишу добавить группу, вот так вот, минус add group, я должен буду указать все группы, в которые у меня входит текущий пользователь. То есть команда минус ag перезаписывает группы пользователей. Если я хочу добавить просто пользователя еще в одну группу, чтобы не указывать все те группы, в которых он есть сейчас, мы используем g большую. Я, по-моему, это говорил в предыдущем занятии. Так вот, минус add добавить в группу клоуны, которую я только что создал. Ну, допустим, давайте меня добавим, моего пользователя. Добавили. Отлично. Теперь мы можем снова посмотреть этот цех групп. И мы с вами увидим, что теперь в группу клоуны вхожу я. Вот я справа появился. Напоминаю, если я вхожу в свою собственную одноименную группу, это никак не показывается. То есть вот здесь вот есть группа семаев, и в нее так и так входит пользователь семаев, поэтому здесь не показывается. Но помимо того, что я вхожу в свою группу, видите, я вхожу в группу lb1, в группу samba share. Вот только что я сейчас себя добавил в группу клоуны. Давайте теперь изменим свойства этой группы. Ну, был у нее айдишник тысяч один, просто чтобы понять, как работает юзер мод. Супер юзер ду. Опять же, все те же самые ключи, что были в команде групп add, можно использовать в команде групп мод. Групп мод минус g, то есть я хочу указать айдишник. Для группы клоуны хочу, чтобы этот айдишник был, например, 25 тысяч. Для группы клоуны. Проверяю снова свойства группы. Убил самый низ. Почему-то не работает у меня сразу на последнюю строчку. И вижу то, что айдишник у меня теперь стал 25 тысяч. То есть вот так вот работает команда юзер мод. Мы редко останавливаемся на том, как это может пригодиться на практике, потому что, опять же, у меня для этого есть отдельный плейлист, где мы разбираем практические моменты. Так мы идем просто по экзамену, чтобы мы понимали, какие есть команды и как они работают. Ну и напоследок давайте удалим эту группу. Суперезерду, групп дел, лаунс, удалить эту группу. Опять же проверяем. Идем в самый низ. Этой группы больше нет. Самая последняя группа, этолбокс.сф. Ну, думаю, с группами все понятно, ничего здесь особенного нет. Мы с группами очень часто работаем, если мы работаем с файловым сервером, когда нам нужно давать доступы не к каким-то конкретным пользователям, а к каким-то конкретным группам. То есть чаще всего используется разделение на группы, когда нам нужно разделить привилегии в какой-то системе распределенной. Так, следующая команда, change, еще раз, она пишется не change, изменить, неправильно я все вообще написал, а change, вот так вот. То есть change age, изменить возраст. Как она работает? Мы можем посмотреть свойства учетной записи при помощи этой команды. Например, есть ключ минус L, лист. Опять же, вы можете набрать man change и посмотреть, какие у меня есть ключи там. Самый частый ключ это минус L, лист, посмотреть свойства, например, моего пользователя. У меня, как выясняется, есть очень много свойств. 25 мая я последний раз менял свой пароль. Пароль мой истекает никогда. Пароль мой станет неактивным никогда. Вся учетная запись моя истекает ее срок годности никогда. И есть у меня есть прочие настройки. Так вот, команда change позволяет менять все эти настройки по дням, по диапазонам и так далее. Например, мы можем сказать change минус I и указать в формате год-год-год, месяц, месяц. Понятно, надо писать цифры, день-день, тогда, когда истечет моя учетная запись. Чтобы не заморачиваться вот этим количеством дней, как вот здесь указано, не отсчитывать эти дни от той даты, с которой по умолчанию работает change, мы можем указать конкретный срок. Слушайте, мне стало интересно, давайте посмотрим мануал по change. Вдруг там что-то новое. Вот они ключи. Expire, day, day, то есть все те параметры, которые я сейчас вам показал, ключом минус L, вы здесь можете посмотреть и изменить при помощи вот этого change. Да, здесь ничего особенного нет. Давайте посмотрим, свойства моей учетной записи посмотрели, изменим срок ее действия. Видели, там у нее нигде, нигде, нигде было всегда написано. Скажем, superuser.do. Опять же, нужны права суперпользователи, потому что мы работаем с учетными записями, и мы не хотим, чтобы кто попал, мог менять свойства учетной записи. Change, изменить свойства учетной записи. И мы попробуем этот минус I. Значит, в формате год. Хочу, чтобы 1 января, давайте 9 января, там у нас идет в штатах год, потом месяц, потом день. Я хочу, чтобы мой день рождения, моя учетная запись истекла. Нужно указать, только я так подозреваю, конечно, свою учетную запись. Отлично. Снова проверяем командой change-l. И вижу то, что до 9 января 2016-го моя учетная запись истечет. То есть я не смогу заходить в систему. Опять же, мы можем все эти параметры поменять и понастраивать. Например, если я хочу сбросить эту настройку, то есть вернуть, например, Nevo, я, правда, это никогда не делал, мы можем сказать, вот здесь вместо указания конкретного года, можно написать, насколько я помню, минус 1. И тогда все сбросится. Пробуем. Минус 1, снова минус lsma. Отлично. Все стало снова Nevo. То есть ключом минус 1, но это написано в мануале change-а, можно всегда сбросить настройки на вот эти вот умолчания. И последняя вещь, о которой я хотел с вами поговорить, очень важная практически, это интересная команда такая, getend, пишется она. Getend. Что, как все в линуксе расшифровывается очень понятно, getentries, то есть получить сведения какие-то, получить данные. Это программа, которая ищет сведения в базе данных. В основном в main service switch есть такая технология в линуксе, но это нам еще рано знать. Суть в том, что мы можем с вами просматривать, как мы раньше с вами просматривали, допустим, свойства учетных записей командой v, etc, pass. То есть мы можем посмотреть, какие у нас были созданы учетные записи, настройки и так далее. Можем то же самое сделать с командой getend. Например, getend, попробуем, password давайте. Password. Getend неправильно написал, прошу прощения. Getendries. И она, в принципе, выводит все то же самое, что мы делали с вами просмотром команды v, etc, pass. Только у нас v умный текстовый редактор, он поэтому нам еще по цветам вот это вот все разбивает. То же самое делает команда getend. Также мы можем с вами посмотреть, например, теневые пароли. Тоже для теневых паролей, напоминаю, нужно superuser.do писать. Getend, допустим, shadow. Вот так вот. И все то же самое для механизма теневых паролей мы можем посмотреть. Для чего нам нужен getend? Getend, он не только смотрит на эти файлы, которые мы сейчас с вами показали, etc, password, etc, shadow. Он умеет работать со всеми остальными системными библиотеками. Например, если мы с вами добавили в домен нашу машину, getend покажет еще те учетные записи доменные, которые у нас видели на этой машине. То есть он собирает информацию отобсюду. Он может работать с LDAP-каталогами, в общем, со всеми сервисами, которые предоставляют учетные записи и авторизацию. То есть getend намного круче. Просто у нас сейчас с вами отдельная одна машина, и поэтому все преимущества getend мы не можем посмотреть. Кроме того, getend хорош тем, что мы можем с вами посмотреть свойства конкретного пользователя. Написать getend, 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 тот же самый пасворд и посмотреть меня. И выйдет только строчка про меня, что может быть удобно. Соответственно, сразу давайте покажу вам getend group. То же самое. В данном случае он нам покажет тупо содержимое файла, который на нас отвечает за группу, etc group. Если бы мы были в домене, если бы мы были подключены к какой-то сторонней службе ауницификации, и тогда у нас сюда вываливалось еще очень много дополнительных. То есть getend работает по всем, еще раз скажу, сервисам, которые предоставляют учетные данные. Итак, добили мы с вами 107.1. У нас все прекрасно получилось. Мы окончательно разобрались с тем, как работать с локальными пользователями и группами, с дополнительными программными утилитами, которые какие-то дополнительные свойства могут посмотреть, показать, изменить. В дальнейших экзаменах HelpPick мы будем уже работать продвинутым с учетными записями не только локальными, но и с различными службами каталогов, а на данном этапе мы молодцы, мы справились.